Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях известный азербайджанский историк, политический эксперт Резван Гусейн. Здравствуйте, Резван. Здравствуйте, Михаил. Приветствую тебя и наших уважаемых зрителей. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на канал, телеграм-канал Резвана. Обязательно ссылочка, как всегда, в описании. Также, пожалуйста, подпишитесь на мой YouTube-канал и на мой Telegram-канал. Также вы можете финансово помогать развитию этого YouTube-канала. Вот я вам буду очень признателен. Спасибо вам заранее большое. Ну что же, Резвана, у нас есть ряд тем. Давайте сразу, не откладывая, начнем. Представитель президента Азербайджана, господин Альчин Амирбеков, заявил следующее. По взаимному согласию мы решили исключить этот пункт из мирного соглашения и перенести в обсуждение на следующий этап. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян сообщила, что по боевному согласию Еревана и Баку статья оригинальной коммуникации была исключена из проекта мирного соглашения. Мы помним, что вопрос Азербайджанского коридора, он неоднократно поднимался с Азербайджанской стороной после окончания спецоперации по установлению территориальной целостности сентября прошлого года, равно как изменения в Конституции Армении. Что, на наш взгляд, стало триггером к тому, что Азербайджанская сторона сняла тему открытых коридоров из Азербайджанского коридора, Сюникского коридора с повестки дня? Нет, ну я бы не сказал, что именно открытых коридоров тема снята. Вообще, значит, обсуждение темы разблокировки транспортных коридоров, она затормозилась в связи с тем, что Армения настаивает, это ее суверенное, конечно, право, настаивает на том, чтобы российские военные, пограничники, спецслужбисты не осуществляли контроль над передвижением по дороге в Зангизури, да и вообще по любым дорогам. Хотя мы знаем, что в рамках трех сторонних заявлений от 2020 года, 10 ноября, это обговорено. Один из пунктов в этом и заключается. Ну, поскольку с тех пор много чего воды утекло, много чего поменялось, да, и в этом контексте любые предложения, в том числе Азербайджана по транспортным дорогам, по экономическому и иному взаимодействию, они являются добровольными для Армении. То есть если она, то есть Армения, считает, что есть ресурс подождать, как говорится, подождем, мы знаем, что буквально на днях под предлогом усложнения Ирана-израильских, никаких уж отношений, США ввели ограниченный контингент в Армению на территорию Зангизура. Если помните, у вас в эфире тоже неоднократно я говорил, что все идет к сириизации Армении, что здесь представлены почти все основные ведущие игроки, которые в Сирии представлены и борются. Я не знаю, насколько это послужит для региональной стабильности, безопасности, обеспечения Армении как государства, его безопасности, но в любом случае Баку тоже берет паузу, по всей видимости, эта пауза может продлиться до весны, зимы, весны следующего года, потому что во многом это связано с предстоящим президентским выбором. США с той повесткой, какая будет войне в Украине, во вторжении России и Украины. И все это взаимосвязано, поэтому, как говорится, ради бога. Но я еще раз хочу напомнить, что повестка дня не отменена, она просто отложена на некоторое время. Вы знаете, Резван, бывают такие моменты, которые называют ключевым моментом истории, звездным моментом истории, когда все должны определиться. Вот сегодня Украина уже третий день осуществляет эффективную, скажем так, интервенцию как нож в масло в Курскую область. Мы видим, как посыпалась Россия, именно в том районе она явно этого не ожидала. Да и все, в принципе, не ожидали, что Украина может провести такую эффективную операцию. Возводятся, по данным СМИ, фортификационные сооружения. То есть Украина всерьез зашла в Курскую область. Это не те рейды РДК, легиона России, которые мы видели в прошлом году. И, казалось бы, да, но вот есть же страны СНГ, страны УДКБ. Но вот пока происходит то, что происходит в Курской области, в Алматы, президент Алиев, вместе с лидерами Центральной Азии, они ужинают, там наверняка, может быть, танцуют, поют. В общем, проводят культурное времяпрепровождение. То есть в целом всем все равно, что происходит в России. Дальше страны УДКБ. Вы знаете, сколько сарказма сегодня было в азербайджанских телеграм-каналах по поводу УДКБ и даже по поводу выхода армянской стороны при остановке членов УДКБ. Якобы армянская сторона, значит, теперь России не повезло, потому что армянская сторона не поможет России бороться в Курской области. Но если серьезно говорить, то, в принципе, мы увидели, что УДКБ не просто не участвует в операции в Курской области, что само по себе фантастика, но даже не опубликует никакого официального заявления. То есть, попросту говоря, всем все равно. Вот чем вы это объясняете? Ну, Михаил, это тот самый этап, о котором я тоже у вас упоминал, что начнется война всех против всех. Никакие союзы, никакие какие-то партнеровские договоры, не будут помогать никому. По большому счету, ведь, если так, давайте зеркально, наоборот, скажем, заход американских военных на территорию Армении, члена УДКБ, по-прямому ударяет по военно-стратегическим интересам и вопросам безопасности России и УДКБ как организации. Кто-то вообще об этом подумал. Что значит, какие меры должна предпринять УДКБ, если военные НАТО, НАТОвской страны, лидера, мирового лидера и НАТО зашли на территорию страны УДКБ, безопасность, которую должна обеспечивать Россия. Поэтому этот период очень сложный, и я не знаю, сколько он продлится, но война всех против всех, каждый сам за себя, она требует каких-то позиционных партнерских отношений, временно сегодня кто-то с кем-то, может быть, Армения заигрывает в США, но, допустим, после президентских выборов в США еще неизвестно, каково будет отношение новых властей, новых властей, которые сядут в Белом доме к нашему региону и вообще к Армении как таково. То же самое касается того, что происходит сейчас в Курской области. Это, конечно, очень интересный шаг украинской стороны и военно-тактическом, не в стратегическом, в тактическом смысле. Это позволяет ослабить наступление российской стороны, позволяет нанести удар по тылам, по тыловому обеспечению российских войск, которые продолжают вторжение и оккупацию территории Украины. Очень интересный ход событий и посмотрим, подождем несколько дней, чтобы понять логику, потому что много различных утверждений. И чем это может обернуться? Я думаю, что это не последняя такая операция в СССР. Будет ряд посильностей таких и подобных операций, чтобы улучшить в том числе не только положение, ситуацию для украинской армии на линии фронта, но и для того, чтобы у Киева за возможным предстоящим столом переговоров тоже были какие-то дополнительные преференции. Такое ощущение обычно, что такие вещи обычно бывают при вере или при подготовке к переговорам. Не обязательно они закончатся миром. Вы знаете, у нас в Армении было прекращение режима огня, оно поддерживалось 30 лет и каждый день обновлялось. Поэтому в любом случае подождем. Я думаю, что украинская сторона знает, что делает, и результат будет на пользу для обеспечения безопасности суверенитета Украины. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки, комментируйте. Друзья, обращаюсь к вам с просьбой, поддерживайте YouTube-канал финансово, материально. Это легко можно сделать, если вы находитесь в Украине, либо Азербайджане, Италии, Австрии, Германии. Это можно сделать через PayPal, через революцию. Если вы находитесь в каких-то других странах, вы можете сделать с помощью криптопереводов, с помощью того же PayPal. В общем, я вам буду благодарен за поддержку. Спасибо. Сегодня глава ЦИК Азербайджану Мазахира Панахов заявил следующее, что на освобожденных территориях Карабаха будет создано 55 постоянных избирательных участков, плюс созданы дополнительные 5-дневные передвижные избирательные участки. То есть, напомню, в начале были президентские выборы. То есть, уже на всей территории Азербайджана теперь выборы в Миле-Меджлис. И, к слову, господин Панахов заявил о том, что граждане армянского происхождения, естественно, у которых есть азербайджанский паспорт, смогут проголосовать на равных вместе с другими гражданами Азербайджана. Ну, собственно, это та возможность демократического или изъявления, та возможность демократии, о которых так давно говорили армяне. Мне кажется, что это, в принципе, может смотивировать и карабахских армян вернуться на территорию Карабаха, взять азербайджанский паспорт, тем более, соответственно, и со всеми канонами западной демократии не могут принимать участие в выборах в Миле-Меджлис. Вот как вы оцениваете это решение? На мой взгляд, это очень правильно. Еще раз говорю о том, что, в принципе, азербайджанскому правительству все равно какую-то национальность, если у тебя азербайджанский паспорт. Однозначно, Михаил. Я, чтобы не приукрашивать, каждый, любой, кто жил, живет, приезжает в Азербайджан, он видит, что здесь нет таких проблем. Понятие разделения по национальному признаку, по религиозному признаку, это чуждо для нас и до сих пор является шоком, как смогли через армянский сепаратизм и национализм спровоцировать то, что произошло в течение 30 лет у нас. Это же надо было как постараться. В этом контексте, да, конечно же, карабахские армяне имеют право вернуться, они хотят многие, но им не позволяют, потому что перед ними стоит граница Армении. Их с той стороны не пускают. Именно поэтому их вывезли на территорию Армении, чтобы продолжать их использовать в своих политических целях. Поскольку Азербайджан не может вынудить, доставить Армению открыть границу, чтобы желающие карабахские армяне вернулись. Поэтому, по всей видимости, эта страница перевернута. Естественно, те, кто остались на территории Азербайджана, в Хангенде, я имею в виду армян, все из них тоже получили паспорта, ведь на жительство они будут голосовать. И на парламентских выборах мы, наверное, увидим, как они голосуют, за кого голосуют. А те, кто остался на территории Армении, вынуждены были переехать, я имею в виду карабахских армян. Я так понимаю, они являются расходным материалом. Около 40% их уже покинуло территорию Армении. Из них власти Армении хотят или хотели выстроить живой кордон в Зангизоре против азербайджанцев. Но, как я говорю, значительная часть уже покидает Армению. И в любом случае сама же армянская сторона утверждает, что для них тема Карабаха — это перевернутая страница. И карабахские армяне должны, как говорят ирване, забыть о том, что они некогда жили на территории Азербайджана. Интересные процессы проходят в Грузии. Сегодня Мария Захарова заявила о том, что Россия будет способствовать диалогу между Южной Осетией и Абхазией с одной стороны и правительством Грузии с другой стороны. Мы знаем, что в последнее время правительство Грузии взяло такой уклон в сторону сближения с Россией, мотивируя это тем, что это в пользу национальному единению Грузии. Запад нас поймет после окончания российско-украинской войны, цитирую господина Кабахидзе. Мы видим, как философия, скажем так, правительства Грузии стремительно меняется. Это отмечают, в честности, азербайджанские паблики, говоря о том, что Грузия стала более лояльной к вопросу выдачи уголовно преследуемых лиц Азербайджану. До этого таких лиц по политическим мотивам преследуемых не выдавали. Вот как вы относитесь к этому сближению, скажем так, между южной сети Абхазии с одной стороны, с Грузией, имею в виду с Тбилиси, с другой? Естественно, что это все территории Грузии. И можем ли мы говорить о том, что Грузии удастся, скажем так, реализовать азербайджанские сценарии по восстановлению территориальной целостности, проводя сбалансированную внешнюю политику? Ну, я ремарочку сделаю, что это не первый случай, когда грузинская сторона по просьбе Азербайджанской стороны выдает лиц, которые замешаны в каких-то событиях или находятся в розыске. Что касается того диалога, который якобы Россия обещает для Грузии между Грузией и Осетией, между Грузией и Абхазией, Южной Осетией, я имею в виду. Ну, конечно, понимаете, Россия очень сейчас заинтересована в том, чтобы взамен того, как она теряет влияние на Армению, восполнить это своим влиянием Грузии. И это довольно серьезный обмен. Если помните, мы у вас в эфире говорили, что есть некий договорняк между США и Россией. И вот мы видим, он реализуется. Россия молча смотрит на то, как американские натовские военные зашли на территорию подконтрольного ДКБ, и зона ответственности российской стороны. Америка всеми силами отталкивает от себя грузинские власти, как бы не оставляя им выбора. И Европа тоже отталкивает грузинские власти, не оставляя им выбора, а куда им идти. И на этом фоне как-то случайно Россия начинает делать очень интересные предложения грузинской стороне, от которых сложно отказаться. По большому счету это понятно. Для любого государства важно восстановить свою территориальную целостность, и все равно, как это будет происходить. Тем более, это лучше, если произойдет миром. Допустим, азербайджанский сценарий – это было то, что пришлось воевать, проливать кровь, отдавать жизни за освобождение своей территории. Все 30 лет Азербайджан надеялся, что это удастся сделать мирным путем. Если для грузинской стороны открывается какой-то коридор возможностей говорить с агрессором или с оккупантом, и есть возможность даже хотя бы части освобождения территории, если вы знали, если вы помните, все эти годы говорили о том, что Азербайджану вернут 2 района, может, 3 района, 7 оккупированных, плюс Нагорный Карабах у нас был. И это было бы большим достижением, 2-3 района или 5 районов в перспективе. Но мы на это шли ради спасения жизни людей, ради того, чтобы без войны этого достичь. Ну, опять-таки, если есть такая возможность, я понимаю, грузинская страна по максимуму должна использовать этот шанс, чтобы потом, как говорится, по итогам этих удачных или неудачных переговоров Грузия, грузинский народ, раз и нас всегда поняли. То есть есть ли исключения? Я таких исключений в истории человечества не видел, чтобы что-то отнятой силой возвращалось не силой. К сожалению, обычно кровью отобранной, кровью возвращаешь. Но если такие исключения есть, и мы это увидим в соседней Грузии, мы только будем рады, что ей удалось достигнуть такой дипломатической победы. Опять-таки, мы не знаем, какой будет ценой это, что хочет Россия. Ну, ясно, что она хочет. Контроль через грузию Черноморских, Черноморского побережья. Это очень стратегически важный вход. Это двери, наверное, на Кавказ. По большому счету, я считаю, что американцы продешевили. Но это так, между нами. Если они эту рокировку сделали, они продешевили. Резван, какое-то время назад вы с еще одним моим собеседником, элегаром Велизаде, были на званом ужине, который организовал посольство, организовывало посольство Казахстана в Баку, посол Казахстана в Баку. И это как раз было на фоне подписания соглашений, меморандумов, визитов, соответственно, Такаева в Баку и встречного визита президента Алиева в Астану. Вот сегодня в Астане, как мы уже помянули в начале, встречаются лидеры центральных азиатских государств. Завтра будет специальная встреча, консультационная в формате Азербайджан-Центральная Азия. Это очень интересный, важный формат, когда мы говорим, с одной стороны, о тюркской интеграции, с другой стороны, о, безусловно, политике Азербайджана в регионе. Кстати, это доказывает о том, что Азербайджан не только не марионетка России, но и не марионетка Турции, потому что Азербайджан есть свои интересы. Это, опять же, успешная дипломатия президента Алиева. Как вы оцениваете эту встречу? Что вы ждете от этой встречи? И какую цель, на ваш взгляд, после этого президента Алиева развивает отношения с центроазиатскими странами? Ну, однозначно, это не продукт первого дня. У меня в течение более 10, почти 20 лет Азербайджан и страны, я этот термин не использую, Центральная или Средняя Азия, страны Туркестана. То есть прежнее название этого региона Туркестан, и находящиеся там страны Казахстан, Узбекистан, в первую очередь, Казахстан, они довольно активно, мы вместе довольно активно выстраиваем вот эту новую реальность, постановленную реальность, которая была в течение многих и многих веков. И здесь лидирующую роль уже играет, как мы неоднократно отмечали, Азербайджан. На фоне некоторых субъективных, объективных причин Турция сейчас занята больше ближневосточными проблемами, и поэтому в этом контексте мы видим максимальную активность Азербайджана, полную поддержку в этом вопросе Казахстана, Узбекистана, подтягивается Казахстан, поэтому это, естественно, общеэкономическое пространство, транспортное, транзитное пространство, гуманитарное, но что самое главное, наверное, вы заметили, это и военно-политическое пространство, подготовка военных кадров, совместное учение, обеспечение безопасности, уже и производство некоторых видов, серьезных видов техники военной, снаряжения, так что я думаю, что работа идет полным темпом, и любая вот такая встреча, любая площадка, где лидеры стран общаются, это позволяет прорывным путем идти к тем целям, которые, как бы это сказать, если вы помните, я всегда говорю, что к воссозданию общетюркского пространства или Турана нас подталкивает внешняя политика, то есть новые веяния в мировой политике, та нестабильность, которая происходит в мире, то есть не только внутренние причины из тюркских государств, но и общие внешние угрозы, общие интересы, они, конечно, двигают вот эту поведенцию, поэтому даже некоторые процессы, о которых мы раньше говорили, что на них уйдет 10 лет, 5 лет, мы видим, что эти процессы форсировано решаются в течение года-два. Ну и в завершение, Резван, я вам задам следующий вопрос, принято считать, скажем, что Россия пытается построить Советский ССС-2, что следующее будет Азербайджан, следующее будет Казахстан, ну вот с выйдя в Курской области, реакция СНГ и ОДКБ на то, что происходит, встреча президента Лива со странами центральной, либо Средней Азии, либо странами с Туркестаном, говорят о том, что это не так, что Россия, по сути дела, может считать себя главной, может являться номинально главной, но Россия давно уже растеряла свой вес. Согласны ли вы с этим тезисом, что как бы рассказы про светские ССС-2 это отлукаво? Ну, значит, шанс был серьезный, но этот шанс перерезала Украина, украинский народ, армия в 2022 году, потому что если бы в феврале события вторжения Украины так как докладывали президенту России и так как они думали, то, естественно, в том же году или осенью того же года, наверное, ССС-2 проект в каком-то формате начал бы создаваться. Но это все в прошлом, история не любит сослагательного, и я думаю, что Российская страна тоже понимает, что ССС-2 не будет, нужно искать другую идею, которая может заинтересовать постсоветскую, часть постсоветского пространства, а точнее тюркские народы, которые некогда входили в Советскую империю, заинтересовать на партнерском уровне, то есть на уровне равных партнеров. Если сможет Россия что-то предложить такое, то потенциал того, что будет какое-то равное в будущем партнерство, есть. Ну, а создание ССС-2 силой или выкручиванием рук, я думаю, что этот этап пройден. Хотя, опять-таки, я просто по истории помню, что СССР тот получился в том числе благодаря Западу. Зачем мы об этом забываем? Если бы Запад не закрыв глаза на некоторые выходки большевиков, а в некоторых вопросах напрямую не поддержал бы большевиков сто лет назад, никакого СССР не было бы. И сейчас тоже пока что не все однозначно. Посмотрим. Посмотрим к следующему году, как мы придем, что будет, что значит так называемые переговоры между Украиной и Россией. И, как я сказал, выборы в США, Ближний Восток. Это все в долгую, я думаю, что в этой ситуации о каком-то СССР-2 говорить, мягко говоря, нереально. Резван Гусина был сегодня с нами. Друзья, подпишитесь на телеграм-канал Резвана, он будет, ссылка в описании, подпишитесь на мой телеграм-канал, подпишитесь, прокомментируйте, и вы также финансово можете помогать в развитии канала. Я благодарю Резвана за очень интересное, как всегда, интервью. До новых встреч, Резван. Спасибо вам большое. Благодарю, Михаил. Всего наилучшего. Продолжение следует...